Уважаемый Ильхам Гидарович, позвольте вас еще раз поприветствовать и предлагаю сегодня обсудить наиболее важные стратегические вопросы в свете подписанной сегодня Владимиром Ильичем Путином и вами декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана. Это важнейшее решение выводит в нас наши дружеские и добрососедские отношения на еще более высокий уровень. Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации сделает все необходимое для того, чтобы воплотить в жизнь решения наших лидеров. Мы искренне дорожим дружбой с азербайджанскими партнерами. Она основана на прочных связях наших братских народов. В текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений и история нашего добрососедства уходит корнями в глубину веков. Важно, что несмотря на пандемию наше торгово-экономическое сотрудничество укрепляется. Вы, наверное, говорили об этом подробно. Товарный оборот вырос на 16% по сравнению с 2020 годом. Достиг 3 миллиардов 300 миллионов долларов. В Азербайджане работают более тысячи компаний с российским капиталом. Огрозуется очень большое количество совместных проектов в области энергетики, машиностроения, транспорта. Имеется большой потенциал для оккупации в сфере сельского хозяйства, инфраструктуре, возобранной энергетике, цифровой экономике. Эти задачи активно решает наша межправительственная комиссия со стороны Российской Федерации, курирует вице-премьер Алексей Логинович Аверчук. Положительные результаты также дают регулярные деловые миссии российской компании в Азербайджан. Мы бы хотели продолжать эти контакты, визиты, которые организованы российским экспортным центром. Также большое внимание мы уделяем нашим межрегиональным связям. С Азербайджаном сотрудничает более 70 субъектов Российской Федерации. Мы совместно боремся с коронавирусной инфекцией, взаимную помощь друг другу оказываем. С нашей стороны передали Азербайджану специальные тест-системы, были направлены бригады наших лучших медиков. И сегодня около 220 тысяч доз вакцины «Спутник» было поставлено. Я убежден, что массовая иммунизация поможет нам в том числе справиться с пандемией и сберечь здоровье наших людей. Хотел бы еще раз отметить отдельно важное заявление лидеров России и Азербайджана и Армении, которое дает возможность для развития закавказского региона. Убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов, отвечают интересам всех государств Южного Кавказа. У нас большая содержательная повестка. Спасибо, мы рады, что вы приехали к нам в Коиционный центр правительства Российской Федерации. Конечно, готовы обсудить все актуальные вопросы нашего взаимодействия. Пожалуйста, вам слово, уважаемый. Спасибо большое, уважаемый Михаил Владимирович. Спасибо за добрые слова. Вы совершенно правильно отметили. Сегодня подписана декларация о союзническом взаимодействии. Это новый этап в развитии наших отношений сегодня. Мы с Владимиром Владимировичем очень долго общались, обсуждали очень много важных тем и двустороннего взаимодействия региональной проблематики. И, конечно же, во время выхода к прессе отмечали важность сегодняшнего дня, которая останется в истории межгосударственных отношений наших стран. И, конечно, символично, что это происходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений. Мы, помимо прочих вопросов, также детально рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества, выразили удовлетворение тем, как развиваются наши связи. И хотел бы выразить вам благодарность за личное внимание, которое вы уделяете развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Рост товарооборота значительный с учетом пандемической ситуации, конечно же, показатель того, насколько эффективно мы работаем. И также хотел бы отметить эффективную работу межправкомиссий, возглавляемая вице-премьерами наших стран, которая оперативно решает и вопросы, которые возникают на таможенных пунктах, на КПП, а также и занимаются стратегическим планированием наших торгово-экономических связей. Очень приятно, что наращивается уровень взаимной торговли. Думаю, что потенциал еще больше. Надеюсь, что в этом году мы также будем с удовлетворением отмечать рост товарооборота. И, безусловно, вопросы, связанные с региональной проблематикой с учетом новых реалий в регионе, создают хорошие предпосылки для не только укрепления мер доверия, мира безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем формате и многостороннем. И сегодня на встрече с президентом Российской Федерации мы также обсуждали перспективы нового формата сотрудничества 3 плюс 3, который, в первую очередь, предполагает на данном этапе активную работу по транспортно-коммуникационной проблематике, логистической проблематике. И уверен, что сегодняшние дискуссии и обмен мнениями, которые мы проведем, будет служить делу реализации всех пунктов трехстороннего заявления руководителей России, Азербайджана, Армении от ноября 2020 года с тем, чтобы мы могли полностью реализовать наши планы. Российско-азербайджанские отношения проверены временем. Мы на протяжении периода установления депоотношений, конечно же, развиваем связи, но, конечно, без той основы, которая была заложена предыдущими поколениями, наверное, нам бы не удалось достигнуть этих успехов. И сегодняшнее подписание декларации о союзническом взаимодействии – это особый документ в портфеле нашей договорно-правовой базы. Уверен, что он будет служить делу укрепления дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами. И особо хотел бы поблагодарить российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень признательны за то, что была послана бригада специалистов. Мы получили ПЦР-тесты, и вакцина «Спутник» у нами сертифицирована, как вы знаете, и мы рассчитываем в дальнейшем также работать в этом направлении с тем, чтобы сохранить здоровье наших граждан. Еще раз спасибо за эту возможность обменяться мнениями, спасибо за очень интересную презентацию по координационному центру и обсудим сейчас уже практические вопросы, вытекающие из общих установок. Спасибо.